С приближением нового года растут продажи одного из главных продуктов праздничного стола – красной икры. Однако эксперты едва не отбили аппетит к этому деликатесу, заявив, что половина товара на прилавках – контрафакт. Российские оперативники чуть ли не ежедневно задерживают тонны нелегально добытой камчатской икры. Как правило, незаконно распасованный деликатес содержит массу опасных бактерий. Какая икра не та, научился на глаз определять Максиму Розаев. Эта партия камчатской икры спешила попасть на новогодний бутерброд. Но оперативники оказались быстрее мошенников. В фуре 240 пластиковых ведер, более 6 тонн деликатеса и ни одного документа на продукт. Хозяин красного золота так и не объявился. За рулем всего лишь водитель – перевозчик опасной икры. Полицейские таким объемом контрафакта уже не удивляются. Почти 17 тонн изъято только за время путины. С ее окончанием браконьеры лишь активизируются. Заготовленную в полевых условиях икру уже браконьеры, злоумышленники, вывозят по зимнику. Когда становится лед на реках, когда можно вывозить ее из труднодоступных районов Камчатки. С Камчатки разными путями икра попадает в привычные нам баночки. А вместе с ней там оказываются стафилокок, кишечная палочка и плесень. Как минимум несъедобным после экспертизы оказывается каждый второй деликатес. По словам микробиологов, зачастую опасность икры видна на глаз. На что можно обратить внимание? На видимые посторонние включения, в которые относятся личинки паразитов. Некачественную икру и без микроскопа видно. Насторожить покупателя должна в первую очередь цена. Стандартная баночка икры не должна стоить меньше 200 рублей. Если баночка стоит дешевле, икра в ней, скорее всего, не первой свежести. Вероятно, продавалась еще к прошлому Новому году, а дата изготовления была перебита. О происхождении икры мало что могут сказать документы. С ними, как правило, все в порядке. На деле, на тех же рынках Камчатки, в девяти баночках из десяти, контрафакт, добытый браконьерами. Об этом говорят сами продавцы деликатеса. Естественно, не на камеру. Мошенники, перевозчики икры в центральную часть России, похоже, и вовсе не знают, откуда берется икра. Икра черная. Черная икра. Какая черная? Крашеная? Палтус? Щука? Осетровая икра? Не проверял. Ну, продавали как какую? Похожая икра. Как осетровая икра? Хорошо. Осетровая или какая другая, неважно. Главное, чтобы к празднику на прилавках оказалось. Такой деликатес может стать последним съеденным в жизни. Вплоть до летальных исходов, потому что можно получить и тяжелейшие кишечные отравления, сальмонеллез, ну, множество из различных бактерий, которые могут привести к крайне нежелательным последствиям. Наиболее опасной для здоровья защитники прав потребителей называют икру, расфасованную не на Камчатке. Чаще всего в Московской и Ленинградской областях. Получается так, что вот эту продукцию из Камчатки, эту икру, привезли в какой-то таре, там, допустим, в бочках определенного литража, а дальше она попадает в цех по расфасовке. Как она обрабатывается? Да, по сути, туда тупо, извиняюсь, добавляют соли, для того, чтобы законсервировать еще ее сильнее, дабы убить бактерии, которые там, естественно, автоматически попадают при транспортировке и при перефасовке. Чтобы вместе с икрой на стол не попали опасные бактерии, специалисты советуют перед покупкой убедиться, что регион добычи и фасовки совпадает, на упаковке нет видимых повреждений. Ну и, конечно, помнить правила. Не все то золото, что блестит. С красным золотом то же самое. Максим Уразаев, Татьяна Гагарина, Расул Муратов, 5 канал.